Добрый вечер! Мы возвращаемся в студию прямого эфира на Репортере. Меня зовут Григорий Блайд. И сегодня мы говорим о одной из самых актуальных, актуальных вечно и ставших особо актуальными в последние несколько дней теме. Это тема возможного снятия депутатской неприкосновенности с парламентариев наших уважаемых. Итак, перестанут ли воровать после снятия иммунитета, депутатского иммунитета, по вашему мнению, это так и звучит наш интерактивный опрос. Да, либо нет, голосуйте. В конце программы подведем итог. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Анатолий Бойко, глава областного организации Комитета избирателей Украины. Анатолий, добрый день. Сергей Зелендовский, эксперт, юрист. Сергей, здравствуйте. И Светлана Фабрикант, общественный деятель, депутат Верховной Рады прошлого СССР. Здравствуйте, уважаемые гости. Итак, одно из требований, которые выдвинули участники пикета сегодняшнего стен Верховной Рады Украины, это наряду с изменением предвыборного законодательства и необходимостью создания специализированного антикоррупционного суда, это снятие депутатской неприкосновенности. И вот так совпало, или может так случилось, что именно сегодня депутат, прошу прощения, президент Украины Петр Порошенко, внес в Верховную Раду законопроект о немедленном принятии депутатской неприкосновенности уже на ближайшие сессии, в ближайшие дни в Верховной Раде. И спикер Верховной Рады Андрей Порубий сказал, что Верховная Рада, в принципе, готова проголосовать за это решение. Как вы считаете, президент и действующая власть действуют на опережение тех людей, которые, в принципе, сегодня вышли под сцену Верховной Рады, будучи частично оппозицией? Мне кажется, это не случайное совпадение, вне всякого сомнения, ведь эта тема так или иначе обсуждается перед каждыми выборами очередными. Все, абсолютно все всегда говорят, нужно снять депутатскую неприкосновенность. Сегодня началось неспокойное время. Да, многие говорят, что ничем выход этих людей на улицу не закончится, но тем не менее это неприятно. И поэтому какую-то из козырных карт, которую поднимают, вынимают из колоды те люди, которые вышли сегодня на улицу, конечно же, эта депутатская неприкосновенность, она ничем не вредит сегодняшней власти, будет она или будет она отменена. Поэтому почему бы нет, почему бы не пойти на упреждение и не внести этот законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в парламент? Мне кажется, это не случайно, отвечая на ваш вопрос, Григорий, а, конечно же, это закономерность. Я думаю, что у нас будет сегодня время, мы еще поговорим о том, к чему это может привести и зачем это вообще нужно. То ли это вопрос, который действительно волнует общество, давайте поймем, снятие депутатской неприкосновенности, мне кажется, что простые смертные, многие простые смертные, как я называю, часто граждан Украины, считают, что если будет снят депутатский иммунитет, то мы заживем лучше, потому что, как минимум, ответственность у народных избранников повысится. Как вы, Анатолий, считаете, так ли это? Я последовательно уже давно говорю о том, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности – это махровый популизм, это вопрос, который создан искусственно, и этот вопрос, который на самом деле вредит интересам избирателей. И я могу сразу ответить на ваш интерактивный опрос, что нет, после снятия неприкосновенности депутаты не перестанут воровать. Потому что депутаты могут воровать не из-за того, что они неприкосновенно, а из-за того, что воруют руководство страны, из-за того, что у нас судьи готовы за деньги оправдать любого коррупционера, из-за того, что у нас нет правоохранительных органов, из-за того, что у граждан нет возможности наказать тех, кто находится в руководстве страны и самих же депутатов за то, что они воруют, кроме как на выборах. Соответственно, после снятия депутатской неприкосновенности у граждан не появится возможности наказать. Ее и сейчас нет в силу того, что депутаты недостижимы не в силу неприкосновенности, а в силу своего социального положения, в силу своих денег, в силу своей охраны, в силу своих связей, в том числе коррупционных, внутри правящей элиты. Поэтому это популизм, искусственно навязываемый гражданам. То есть нас вместо того, чтобы бороться с реальными проблемами, которые приводят к обличанию общества, коррупции, безответственности и так далее, нам создают некий фантом, что вот мы снимем неприкосновенности, будет всем легче. А на самом деле это неправда. Давайте представим себя на месте народного депутата, который действительно будет гипотетически опасаться, действуя вопреки закону, нарушая закон, будет опасаться того, что в любой момент к нему могут прийти как минимум с допросом, а как максимум надеть наручники сотрудники правоохранительных органов. Это возможно при снятии депутатской неприкосновенности? Смотрите, я вот с Анатолием согласен даже не на 90, а на все 100%. Вопрос в том, что те условия, которые вызвали вот эту ситуацию, они не лежат в плоскости наличия депутатской неприкосновенности или неналичия. Отсутствие правоохранительных органов говорит о том, что Анатолий абсолютно прав, они будут делать так, как они считают нужным. У меня есть пример. Один из чиновников, местный чиновник, в силу плохо работающей системы НЗК, несвоевременно сдал этот вот декларацию. Его тягают, как тузик тряпку. Значит, все, вот это самый страшный коррупционер. Но я хотел бы... Вот поведение отношений депутатов не поменяется. И Светлана, думаю, подтвердит. Я хочу обратить внимание на другое. Когда мы говорим о депутатской неприкосновенности, мы все почему-то по умолчанию предполагаем неприкосновенность в части открытия ЕРДР, ну, занесение, открытие производства, занесение в ЕРДР записи о начале, значит, там, приглашение на допросы. Но на самом деле у нас законодательно прописано, что гражданин депутат у нас несет ответственности за последствия принятых им решений. Вот и все. Поэтому, какой бы он ни был честный, если сегодня некоторые депутаты Верховной Рады позволяют себе сказать, что повышение цен на коммунальные платежи повлечет за собой повышение благосостояния граждан, граждан Украины, вот это уровень. Вот они несут это в массы, они несут это в законодательное поле. И они по законодательству не несут за это никакой ответственности. Вот самое, что страшно. Вот я хотел бы продолжить ваш тезис. Вот есть мнение, что если политический иммунитет и, может быть, то только функциональный, вот что имеется в виду, неприкосновенность распространяется исключительно на профессиональную деятельность депутата, а не на его бизнес-деятельность. Не повлечет ли это никаких манипуляций, которые под видом общественной своей профессиональной деятельности народный депутат предлагает какой-то закон, который будет явно поддерживать, например, лоббировать его бизнес-интересы. Вот здесь не будет ли какого-то перекоса, он будет говорить, нет, ни в коем случае это не бизнес-интересы, я заботюсь об остальных гражданах Украины, которые, например, занимаются тем или иным видом коммерческой деятельности. Вот в этом плане, как вы считаете? Я думаю, что перекос, он в любом случае есть, был и будет. Я, если можно, вот чуть-чуть все-таки вернусь к тому, о чем мы говорили, и о вообще об этом институте неприкосновенности, да, давайте в целом, если мы уже затронули эту тему, то давайте копнем для начала, почему вообще она возникла, и почему она существует где-то еще. Почему неприкосновенность существует? Почему вообще существует неприкосновенность, и почему она появилась? Она ведь появилась как инструмент действительно защиты для независимости, полноценной, реальной независимости депутата, не для решения его бизнес-вопросов или возможности укрыться от каких-то уголовных дел. Прежде всего, это его свобода и независимость в принятии решений, чтобы на него не давила власть, не давила коррупционная система и так далее. Но учитывая, что у нас эти системы настолько срослись уже давным-давно, это не работает в нашей стране, и будет эта неприкосновенность, тут я согласна, или же не будет, система будет работать. Если уже снимать неприкосновенность, давайте снимем со всех, и с президента, и с правительства, судьи, главное, да. Ну то есть с тех, кто должен отвечать наравне за то, что происходит, чтобы действительно можно было и привлечь к ответственности, и завести любое уголовное дело, ну и все, что с этим связано. Иначе это, ну это все фитки на грамотах. Я вот чуть-чуть, вот чуть-чуть просто по-другому, с другой стороны, ту же самую тему, потому что это крайне важно для того, чтобы наши телезрители понимали, чем на самом деле грозят вот эти абсолютно бессовестные игры в популизм, которые с нами играют уже практически 10 лет. Потому что первый раз в широком загале эта тема появилась в 2007 году, если я не ошибаюсь, когда Юченко там со своей молодой и не очень командой обещала нам снять депутатскую неприкосновенность, это был один из конек, на котором они ехали в Верховную Раду. Соответственно, что мы сегодня имеем в Украине? Мы имеем сегодня в Украине, ну, определенное подобие феодальной клановой системы, то есть в которой есть парламент, как отдельный клуб, который представляет интересы олигархов, финансово-промышленных групп и так далее, в котором происходит определенная конкуренция и так далее. И этот парламент, с другой стороны, конкурирует с президентом, который представляет другую группу, противоборствующую. И эти группы конкурируют, то есть парламент тоже неоднороден. Там есть... Да, разумеется. Часть парламента президента очень даже поддерживает. Да, да, да. То есть судьи в этой ситуации не объекты, а не субъекты. Они делают то, что им говорят. То есть судебную ветку мы исключаем. Народ Украины в этой ситуации зачастую тоже объект. Да, иногда он может собраться и сказать свое слово, но это бывает крайне редко. И, соответственно, как президент, так и те, кто представлен в парламенте, они хотят достигнуть гегемонии, монополии, то есть получить безраздельную власть. Но пока у парламентариев есть неприкосновенность, они могут противостоять хоть как-то президенту в борьбе за выживание. Да, большинство парламентариев того же поля ягоды, что и президент, как и наоборот. Но мы, благодаря тому, что они между собой не могут, никто не может получить верх однозначно, это дает возможность Украине как-то развиваться, потому что если только один получит власть навсегда, то это авторитаризм. Соответственно, когда с парламента снимается неприкосновенность, с парламентариев, с депутатов, они остаются абсолютно беззащитны перед президентом. И это вредит нашим интересам не потому, что они настолько замечательны, а потому что президент в любой момент через своего ручного прокурора может прижать к ногтю любого депутата, и депутаты уже парламент не составляет никакой противовес президенту и ничем не ограничивает перспективу его уставления авторитарной, безграничной, бесконечной власти, от которой проиграет, но я думаю, что не надо доказывать все мы. Поэтому, если снимать неприкосновенность с парламента, я абсолютно согласен со Светланой, необходимо также принимать закон об эпичменте президента, чтобы была уравновешена ситуация. Парламентарий беззащитный, окей, ну хорошо, но есть тогда и возможность привлечь к ответственности президента. А так у нас получается все президент святой, все остальные нехорошие. То есть даже если снимут неприкосновенность, то я еще раз подчеркиваю, это даст в руки оружие только президенту против отдельно взятых депутатов, которых он сможет привлечь, прижать к ногтю. Простой человек не сможет никогда привлечь к ответственности никакого ни одного депутата, потому что депутат часть системы, невзирая на неприкосновенности, милиции, полиции и так далее. Есть еще один момент любопытный. В июле Рада попыталась снять неприкосновенность, в частности, с нескольких наших депутатов Одесситов, в частности, с Евгения Дейдея, с некоторых депутатов тогда сняли. Помните неприкосновенность? И дальше, по сути, снятие неприкосновенности дело не пошло. Толком не расследуется уголовное дело, которое было открыто против некоторых народных депутатов. Против некоторых даже вовсе не было ничего открыто. Тогда для чего было снимать? То есть, к чему я веду? Отмена иммунитета – это отнюдь не залог начала любых следственных действий. Конечно. Не залог привлечения к ответственности явных нарушителей, которые этой неприкосновенностью прикрывались. Это своеобразный крючок, на который подвешивают того или иного депутата, чтобы он был разговорчив. Да, для того, чтобы потом давить на слабое место. Правильно я понимаю? Да, еще один момент. Вот опять-таки возвращаясь к вопросу о правоохранительных органах. На сегодняшний день, к сожалению, вот Анатолий правильно сказал, полное отсутствие правоохранительных органов с точки зрения компетенции, с точки зрения системы и охраны наших прав привело к тому, что они не в состоянии, им даешь готовый документ, готовый материал, они дают отказ, читаешь этот отказ, фонаряешь. Потому что они пишут, позвонил по телефону, значит, никто не взял трубку, пришел, постучал в дверь. Это реальный в отношении юрлица, известного в городе Одессе. Значит, постучали в дверь, никто не открыл. Основание отказать в возбуждении уголовного дела. Сегодня, вот как Светлана правильно сказала, взяли на крючок, и человек боится. Но, на сегодняшний день, скажите, а что, у нас отменили статью превышения должностных полномочий, вымогательства, мошенничества, и еще с десяток, которые в уголовном кодексе. Нет, если бы правоохранительная система работала, была на достаточном профессиональном уровне, и на достаточном таком независимом уровне, то действительно это было бы объективно, и можно было бы с человека, с которого сняли неприкосновенность, что-то сдвинуть дальше. А кто это будет дальше двигать? Абсолютно. То есть у нас нет независимых судов и независимой правоохранительной системы, которая бы действительно привлекала к ответственности депутатов за нарушение, а не по указке, и, соответственно, восстанавливала бы справедливость, которую мы все так жаждем. Это фантом, это обман. И не случайно Порошенко... Порошенко просто... То есть оппозиция играет в этот популизм, и Порошенко ей подыграет. Он же не внес законопроект о антикоррупционном суде, что крайне необходимо. Он не внес законопроект о реформе избирательной системы, об открытых списках, что также крайне необходимо. Он просто ответил на популизм популизмом. То есть он внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, но, внимание, когда? С 2020 года. Со следующего соцсетей. Со следующего выборов. Для того, чтобы эти люди проголосовали наверняка за... Не обижать этих, которые ему нужны, а потом можно также руками этих проголосовать и отмену. Отмену, конечно. То есть это все просто манипуляция со стороны президента. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, я хочу напомнить, что во всех критических ситуациях, что в Первом Майдане, что во Втором Майдане, парламент играл крайне важную роль и выступал определенным противовесом президенту. Вспомните. Но это было возможно только благодаря тому, что депутаты были хотя бы минимально защищены. У них была минимальная неприкосновенность. Убрать эту неприкосновенность, все, они беззащитные, а, соответственно, и мы вместе с ними, потому что они наши представители, сколь плохи бы они ни были, тоже абсолютно беззащиты перед устремлениями любого президента Украины, независимо от его фамилии, получить безграничную и авторитарную власть. Я просто хочу еще одно... только добавить, что на самом деле мы пытаемся лечить болезни теми лекарствами. Понимаете, мы все пытаемся лечить политические болезни юридическими лекарствами. Во всем мире, если депутат негодный, недобросовестный, недобропорядочный, и это действительно общественное мнение зафиксировало, он уходит из партии или его изгоняет, потому что это влияет на рейтинг всей партии, негативно. То есть за политическую подлость, может быть только политическое наказание. Мы не должны пускать Верховную Раду под лицом, мы не должны за них голосовать, и тогда их не придется оттуда выковыривать. Но это... А юридический инструмент, он всегда работает в пользу того, в чьих он руках. А сегодня он в руках недобропорядочных людей в Украине, к сожалению. Вот мы говорим о том, что этот вопрос популистский и никоим образом не повлияет на, скажем, благосостояние нашего населения. В таком случае, почему народ голосует за тех, до сих пор последние 10 лет за тех, кто в своей выборной программе предлагает снятие депутатской неприкосновенности? И именно на этом играет сейчас оппозиция, именно на этом играет сейчас власть. Неужели те, кто нас смотрят, многие люди, которые придут на выборы ближайшей Верховной Рады, не понимают, что это ничего не поменяет? Я думаю, что люди голосуют не только за этот пункт. Этот пункт одна из составляющих большого перечня... Потому что мы недооцениваем значимость этого пункта. Нет, нет, нет. Я не думаю, что этот пункт ставится во главу угла при принятии решения голосовать за того или другого. Он один из симпатичных, популярных, действительно популистских предложений, которые выносят те кандидаты, которые идут на выборы. Нет, наши люди, к сожалению, голосуют не только за это. Наши люди, увы, продолжают продаваться. Продаваться за ту самую гречку, деньги и все остальное, не думая... Кстати говоря, как и политики, которые приходят в Верховную Раду. Каждый понимает, что с паршивой овцы нужно сорвать хоть шерсти клок. Но только каждый это делает на своем уровне. Не обижайтесь, пожалуйста. Я говорю свое мнение, но это правда. Это правда. Каждый, каждый абсолютно. Избиратель это делает на своем маленьком уровне. Дальше делает... Он понимает, что сегодня он может что-то с этой овцы получить. А дальше он уйдет наверх, я его не увижу никогда и ничего с него не получу. Тот, который обещает, тоже понимает... Да, да, тоже понимает, что он сейчас здесь сделал этот шаг или пообещал. Но больше с него, опять-таки, не будет политической ответственности. Поэтому никто с него об этом не спросит. Он придет и будет возвращать то, что вложил здесь на избирательном своем округе и так далее. И вот это порочный круг, а не депутатская неприкосновенность. Вот что невозможно изменить. Сейчас в сети, в масс-медиа существует конспирологическая версия о том, что оппозиция играет в одну дудку с властью. И именно предлагая снятие депутатской неприкосновенности, она играет в тот же популизм, то, что сказал Анатолий. Не легче ли в данном случае было оппозиции на сегодняшнем митинге сыграть в высокие тарифы, в низкие пенсии, в крайне низкие зарплаты официальные в Украине? Почему именно это стало коньком вот этой вот акции под стенами Верховной Рады и в некоторых городах Украины, в том числе и в Одессе немногочисленной митинге? Ну, потому что людей гораздо легче заставить смеяться или плакать, а, соответственно, ненавидеть или любить, чем думать. Вот в этом большое... Ну, что там думать, что я не могу купить килограмм свинины? Ну, это нужно аргументированно. То есть есть уже внедренный определенный образ Это что же технологии? Плохого, никчемного, плохого, ненавистного депутата. Соответственно, для того, чтобы... Он виноват в моих бедах, в том, что я не могу купить это. Да, соответственно, получить, навредить ему как-то, получить определенное моральное удовлетворение, компенсацию. Да, сатисфакция такая. Да, сатисфакция. Пусть мне от этого не станет... Я даже не думаю, станет мне от этого лучше жить. Но ему точно станет хуже, правда? Да, ему точно станет хуже. То есть мне как-то будет приятно, вот как-то там эта гипотетическая справедливость будет восстановлена и восторжистует. Это абсолютно, конечно, не связано ни с какой рациональной логикой, но оно... Это так же, как вот я всегда говорю, что нельзя урезать... То есть от того, что мы урежем зарплаты чиновникам и урежем количество чиновников без взаимосвязи с эффективностью и так далее, мы не станем богаче. Это большевизм... А то и народным депутатам. Это совершенно... Это большевизм... Сократим 10 раз зарплату. Большевизм в худшем понимании этого слова чистой воды. Грать награбленное, уравняй, раздели. То есть это популистские методы, просто направленные на то, чтобы, как говорится, воодушевить массы. Понравиться людям. Да, понравиться. То, что люди хотят, чтобы им было лучше или кому-то хуже. Вот и все. А поскольку у нас страна, к сожалению, преимущественного сейчас негатива, то легче организовать, чтобы кому-то было хуже, чем лучше. Это всегда легче. Соответственно, вот забрать у депутатов неприкосновенность, ну вот теоретически, что кому-то станет от этого лучше, но на самом деле это не так. Верите ли вы в то, что 19 октября, как заявил спикер Адри Поруби, этот вопрос будет рассмотрен в пользу снятия депутатской неприкосновенности? Практически. Либо начнется долгоиграющая эпопея с рассмотрением в конституцию. Вот, давайте врачи, которые опять затянут и растянут. Давай еще до 2020 года. Они же внесения изменений требуют двухступенчатые. Сначала первое голосование, Конституционный суд, потом второе голосование. Я вполне согласен с Светланой, что президент на то, чтобы в продолжении этой популистской своей стратегии, рыв в такие популистские поддавки, абсолютно может пойти на то, что проголосовать в первом члене. И это ему ничем не угрожает, потому что Конституционный суд, если мы вспомним недавний суд, в его руках. И второе чтение никогда... Оно не то, что до второго чтения. И вот я даю прогноз, что, скорее всего, оно до второго чтения даже не дойдет. Оно застрянет навсегда в Конституционном суде. Но президент будет говорить, а что, это не я, это Конституционный суд. А они могут рассматривать год, или полтора, и... Да, 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 да. Голосовал. Да, вот услышал. Тут интересный момент такой вот, как Светлана говорит, да, то есть, и как Анатолий, вот Порубий выступает от имени Верховной Рады. Там у нас 420 депутатов, из которых должно прийти там 226. И вот он говорит, проголосует. Значит, договорились. Ну как я могу доказать? Вот я хороший, плохой, не важно. У меня 10 человек, я их пригласил на собрание. Но я не знаю, я могу предположить. А вы пригласили на собрание из того, чтобы понять проголосует или нет? Человек отвечает гарантированно за 236 депутатов, из которых половина его в упор не видит. Как пастух за стадо, да, за свое. Договорились. Они на это поле не пойдут. Конечно, взвешены. Конечно, взвешены. И это понятно. Там, на вот той политической карте Верховной Рады, ведь все эти пятна ясны. Это обещает сегодня оппозиция. Люди, кто называются оппозиция, обещают людям, которые вышли на улицу. Соответственно, за их голоса можно ручаться. Плюс ко всему, есть президентское большинство, которое, конечно же, проголосует за вариант законопроекта, который... Ну, то есть понятно, что большинство есть. Вот и все. Поэтому тут... Только это не будет решением вопроса. Только это не будет решением вопроса. Это будет красивый фантик, красивая обертка. Ситуацию не поменяет, в принципе. Да. И все себе поставят, я прошу, все себе поставят галочки, очки. Те скажут, мы добились президент, скажут, я пошел на встречу. А я, да. Насколько наши зрители верят в отмену депутатского неприкосновенности, мы узнаем сейчас, перестанут ли воровать после снятия иммунитета. Так звучал вопрос нашего интерактива. Вот видите, кстати, очень неплохая цифра. Ну да, бойко. 32% Наши телезрители считают, что депутаты действительно перестанут воровать. Вы знаете, много почему-то. Судя по нашей риторике сегодня, это должно было быть меньше 10%. Это замечательные результаты. То есть в Одессе достаточно много оптимистов, но при этом люди рационально, призвомыслищие преобладают. Поэтому мы на энергии оптимистической с рационально мыслящими согражданами, я думаю, что обречены на успех. Главное, чтобы они работали эффективнее наши депутаты. Это вопрос вторичный. Повысит ли градус ответственности отмену депутатской неприкосновенности? Вот это вот, собственно, надо было так сформулировать вопрос. Совершенно верно. Потому что, когда нужно, все равно, даже без отмены депутатской неприкосновенности, с того, с кого нужно, эту неприкосновенность снимут. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли в нашу студию, поговорили на столь актуальную тему. Оставайтесь с репортером, увидимся совсем скоро. Счастливо. Спасибо.